Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, братья и сестры, время быстротечное и каждый воскресный день у нашей Церкви премудро устроен наполненным лекционарием, чтением Священного Писания. И святитель Симеон Солонский в частности говорит, что каждая Божественная Литургия является священной трапезой и с толкованием Писания. И вот нашему вниманию сегодня, во второе воскресенье, по Пятидесятнице, предлагается евангельское повествование о призвании апостолов вслед за Господом. И мы следуем течение апостольского поста и слышим, как святые братья апостол Андрей Первозванный и первоверховный апостол Петр последовали за Господом, а также братья Иоанн и Иаков, сыновья Зеледеевы, последовали за Господом. И так Господь начал образовывать апостольскую общину Церкви. В апостольском чтении, которое предлагается в сегодняшний воскресный день, мы слышим удивительное наставление. Апостол Павел, обращаясь к Римской Церкви, говорит «Слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену. Ибо нет вецеприятия у Бога. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона правятны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное дело, то не имея закона, они сами себе законуют. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по подовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». Это вот короткое апостольское чтение, которое мы слышали сегодня. И сегодня в нем речь идет о том, что не только те люди, которые слышат призыв Господень к благочестию, призыв к тому, чтобы жить в Боге, имеют в себе мерило для своего благочестия, но и люди, которые не знают закона Божия, для таких людей законом становится совесть. Для таких людей законом для жизни становится именно то, как они живут по совести. И мы можем очень часто увидеть людей, воспитанных в православной традиции, из детства ходящих в храм, но не живущих благочестиво. И наоборот, можем увидеть людей верующих, людей, вернее, увидеть людей, которые не знают Бога еще, но стараются жить благочестиво. Кто же из этих людей спасется? Ответ на этот вопрос можем найти в Святоотеческом наследии, в частности, у преподобного Исаака Сирина в подвижнических словах есть такое изречение. Как невозможно спастись человеку, знающему закон и не живущему по нему, так и невозможно спастись человеку, который не знает закона, но живет благочестиво. Апостол Павел говорит о том, что сами себе становятся законом те, кто не знают закона. И вот мы часто слышим народную мудрость о том, что совесть – это голос Божий в человеке. Очень часто, когда человек согрешает, его обличает его совесть. Состояние совести бывает разное, согласно православному нравственному богословию, но если совесть человека обличает, то всегда, когда делаем человеку грех, совесть неминуемо взывает из его сердца, и как обличение для самого человека является оно же. В Евангелии, которое читается в одном из 11 воскресных Евангелий, которые повторяются постоянно в течение года, мы слышим такие слова, что кто веру имеет, когда Господь посылает апостола проповедовать Евангелие всему творению, Он говорит, что кто веру имеет и крестится, тот спасен будет, а кто не имеет веры, тот осужден будет. Не говорит Господь, кто не крестится, тот погибнет, но говорит о том, что кто веры не имеет. То есть крещение и вхождение в церковь не являются для нас сразу же гарантией спасения. В таком случае, как бы все происходило бы автоматически, и ничего крестьянину делать не нужно было бы для того, чтобы наследовать спасение, которое Господь предоставляет нам как дар. Каждый раз, когда маленьким детям дарят подарки в упаковках, ребенку, чтобы насладиться дарованием от своих родителей или по случаю праздника от других людей, ребенку необходимо раскрыть упаковку для того, чтобы достать возделенную игрушку. Вот спасение как дар, оно напоминает каждому христианину именно такую вот возможность раскрыть упаковку. Это Господь дарит нам спасение, но вот как раскрыть упаковку этого подарка, это вот задача всей нашей жизни, которая заключается в том, чтобы сохранить снегосветлую одежду святого крещения, а мыть свою совесть слезами покаяния, вспомнить о том, что Господь зовет нас к тому, чтобы жить в единстве с Ним. Сегодня не только память всех святых земли русской просиявших, праздник, который установлен в 16 веке митрополитом Макарием Булгаковым, но и память всех святых на святой горе Афонской просиявших. И таким образом мы чествуем и преподобного Боисия Святогорца, и преподобного Силуана Афонского, который в частности замечал, что Бог познается Духом Святым и в Духе Святом. Каждый раз, когда мы желаем богопознания, а все, что мы делаем, совершая наше молитвенное христианское делание, наш подвиг как верующих людей, мы все это делаем для того, чтобы познать Бога. И богопознание, оно не является школой или институтом, потому что мы приходим в церковь, и как маленькие дети, если придем в младенчестве, когда в отрочестве, в юности, в зрелости и в старости, будем в храме, будем в луне Церкви Божией, всегда для себя что-то найдем, Господь всегда что-то откроет нам и дарит нам познать себя как истину. И поэтому богопознание как таковое, оно является также в первую очередь даром Божиим, является и освящением наших разумов, волей и чувств. И поэтому, дорогие братья и сестры, храм Божий, как место нашего освящения, как место нашего благодатствования, вот в утренних молитвах есть молитва 7-я для Святой Владыча Богородицы, и там мы называем «ум мой по благодати». В русском и в украинском языке нет такого, нет такого вот словообразования от глагола существительного, а в греческом, а в церковнославянском такое есть, о благодати, то есть «исполни благодати». И мы вот входим в храм для того, чтобы облагодатствовать свой ум, чтобы облагодатствовать свою волю. Ум, исполненный благодати, как у святых угодников Божиих, это ум, который постоянно находится в богомыслии и ищет богопознание. Воля, которая исполнена благодати, она укреплена и не движется к греху, а движется к всякому благому произволению. И чувства человека в таком случае освящены и ищут всякого доброго. И апостол Павел говорит о том, что слава и честь и мир всякому делающему доброе. Тот, кто ищет доброе, тот доброе делает. Святой апостол Иаков в соборном послании своем говорит, что всякое даяние плана и всяк дар совершен свыше. И поэтому дар нашего спасения, дар нашего освящения является благом. И нам, чтобы облечься в молитвенное предстательство, вризу благодати угодников Божиих, которые предстоят и молятся за нас перед престолом Божиим, нам необходимо всегда искать доброго и никому за зло не воздавать злом. Пусть молитвами всех святых в земле русской просеявших и на святой горе Афоне подвязавшихся, Господь подобит нас наследие жизни вечной, как великого и бесценного дара, дара доброделания. Спасибо. Спасибо.